Привет, друзья! В этом видео мы с вами продолжим персонализацию интерфейса и поговорим о квадропольном меню. Как вы знаете, множество инструментов и функций в 3ds Max дублируются, и получить к ним доступ мы можем самыми разными способами. Это позволяет нам выработать свой собственный стиль работы в зависимости от наших предпочтений. Одной из таких функций является клад-меню, который открывается по правому клику мыши. Давайте начнем с простого. Мы с вами знаем, что у нас есть инструменты в верхнем меню, позволяющие нам взаимодействовать с нашими объектами. То есть это инструмент выделения, перемещения, вращения, масштабирования и расположения, то есть placement. Соответственно, те же самые функции мы с вами можем переключать при помощи горячих клавиш. Ну, это как и в любой другой программе нам доступно, в принципе. Но, помимо этого, у 3ds Max есть еще правый клик. То есть правый клик нам открывает доступ к вот такому меню. Мы здесь видим, что этот список у нас делится на две категории. Display и Transform. То есть дисплей у нас уходит наверх, трансформ у нас уходит вниз от того места, где мы кликнули курсором. В меню Transform мы видим дублирование всех тех функций, которые есть в верхнем меню. Соответственно, если вы, например, не пользуетесь горячими клавишами, у вас маленький монитор, вы можете скрыть верхнюю панель для того, чтобы Viewport занимал больше пространства на вашем экране. И пользоваться по правому клику. То есть, в принципе, есть люди, которые так работают. Кому-то это удобно. Также мы видим, что сверху есть у нас функции, которые лично я, например, всегда использую через сочетание клавиш. Они позволяют нам взаимодействовать с объектами. Изолировать, заморозить, скрыть и так далее. Здесь у нас сейчас два вида функций, два вида инструментов. Но если я выделяю объект, и мы видим, что сейчас он у меня является Edit Poly, и снова нажму правый клик, у нас добавляется еще третье меню. Ну, четвертое также появилось. Отчего и идет название. Квадропольное. То есть, четыре категории функций у нас появляются. И в данный момент у нас стоит галочка на уровне Top Level. То есть, мы сейчас не находимся в подуровнях Edit Poly, а именно взаимодействуем с цельным объектом. Поэтому здесь у нас есть категория, позволяющая нам погрузиться в любой из подуровней этого объекта, а также основные функции. То есть, присоединение, коллапс, кат, квикслайс и так далее. Так, если же я сейчас выберу, например, полигоны, мы видим, что я уже могу выделять полигоны. Снова нажимаю правый клик, и четвертое меню открывается полностью. И мы получаем доступ к тем функциям, которые относятся непосредственно к полигонам. То есть, Extrude, Bevel, Outline, Inset и так далее. И при этом мы можем выбирать как саму функцию, так и действие, например, того же Extrude через настройки. Соответственно, таким образом мы дублируем то, что у нас представлено в правом меню. И для каких-то более простых взаимодействий мы, опять же, можем убирать полностью это меню, не используя его, работать только через Quad-меню. Я думаю, что здесь, в принципе, понятно, для чего нужно это меню. Оно очень часто бывает полезным для того, чтобы ускорить вашу работу. А многие работают в большинстве своем именно через квадропольное меню, комбинируя его с сочетанием клавиш. Теперь же перейдем к самому главному. Как нам настроить квадропольное меню, что мы можем туда добавить и каким образом это работает. Для этого нам необходимо зайти в меню Customize и самая первая функция Customize User Interface. То есть, персонализация нашего пользовательского интерфейса. Здесь у нас есть шесть основных закладок. Это клавиатура, мышь, тулбары. О них мы с вами будем говорить позднее. Quads. Это как раз то, что нам нужно. То есть, эта закладка отвечает за настройки квадропольного меню. Здесь мы видим наши, скажем так, подзаголовки. То есть, вот он Transform. Мы можем переключиться здесь на Display, Tools 1 и Tools 2. В зависимости от того, какой модификатор будет на вашем объекте или его не будет вовсе, Tools 1 и Tools 2 будут работать индивидуально. То есть, если у вас не Edit Poly, а, например, вы работаете вообще, к примеру, с камерой или с источником света, то в панели Tools будут соответствующие функции. Они у нас работают таким образом. Поэтому я думаю, что нет смысла заглядывать в тонкости конкретно этих функций. И если вы хотите персонально добавить какие-то инструменты или какой-то функционал, то добавляйте его в Display или Transform. Я, как правило, добавляю в Transform, если мне что-то необходимо. Например, какой-нибудь плагин. Сейчас же я покажу вам, что мы можем сюда поместить. Ну, из того, что, например, часто может пригодиться. Мы можем искать по категориям, да, то есть, какие-то функции. Но я предпочитаю стандартный поиск через алфавитный список. И здесь я хочу добавить дополнительно к данному меню, да, то есть, Transform у нас всегда, в принципе, выглядит одинаково и всегда открывается. Я хочу добавить к нему Corona Converter. То есть, просто ищем по названию, да, то есть, первый у нас будет Corona и, соответственно, ищем в списке Corona MTL Lights Converter. Ну и можем поместить его, например, в самый низ дополнительно. То есть, вот таким вот образом. Вот, можем сюда же добавить Corona Proxy Exporter. Ну и, если в этом есть необходимость, например, плагин Prance Cen. Можем его здесь также найти в списке и просто его сюда же добавить. Так, вот он у нас. Мы помещаем его вот сюда. После этого, если вам нужно, вы можете сохранить пресет настроек. То есть, он у вас будет находиться в папочке, где хранятся все настройки 3D Max. О том, как получить доступ к этой папочке, вы также узнаете в отдельном видео. И при необходимости вы просто сохраняете его прямо здесь же, да, то есть, чтобы не потерять. Можете выбрать, конечно, любое удобное место на вашем компьютере, но я предпочитаю все файлы хранить в одном месте. Поэтому и рекомендую вам оставлять путь по умолчанию. Можете назвать файл конфигурации так, как вам необходимо. Например, там, мои квады, например, там, или еще как-нибудь. И при необходимости сохраняйте. И таким образом, если вы сбросили настройки 3D Max, или, например, переустановили 3D Max, вы можете, соответственно, подгрузить сразу все свои настройки, которые вы настраивали. И также, если вам не нравится, что вы сделали, просто можете сбросить все настройки по нажатию одной кнопки. Я думаю, что здесь, в принципе, все понятно. Ничего сохранять, именно, то есть, применять, никакие настройки не нужно. То есть, если вы функции добавили, не хотите сохранять сам пресет, можете просто закрыть окно. И теперь по правому клику мы видим, что у нас появляется Corona Converter, Corona Proxy Exporter и PransCenter. Сюда можно также, наверное, добавить Corona Scatter, но так как я использую все эти функции через короновский Toolbar и не пользуюсь квад меню так обширно, как это можно делать, то я просто эти функции уберу назад. То есть, мне они не нужны, это только для вас. На этом все, друзья. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. Пока-пока.